МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народные пасхальные гуляния прошли в Венсполском приморском музее под открытым небом, где по традиции были организованы различные развлекательные уголки. В параллельно концертной программе были предусмотрены различные мастерские, игровые площадки и, конечно, традиционные пасхальные забавы, например, такие, как катание яиц. Для того, чтобы участвовать, вам надо иметь свое яйцо. Вы запускаете яйцо, и если оно задевает какое-то другое, то вы забираете и свое, и то, которое задели. Если же не удалось никакое яйцо задеть, то ваше остается у нас. Если же с собой яйцо не взяли, можно было здесь же на месте совершенно бесплатно создать свое неповторимое пасхальное яйцо, используя подготовленный материал. Затем сварить его в котле и вперед на площадку, где катают яйца. Из чего есть, это мы готовим. Марлю заматываем в крупу, листики, яйцо, обматываем марлей, ниткой. Я так понимаю, что надо потом подвязать к ниточке, и там будет палочка, и это обмакается в котел и варится. И будет рисунок какой-то, да? Здесь прям как-то так по-детски, так сказочно. Не, не по-детски, по старинке, я бы сказал. Не знаю, как старинке. А приятно старинные традиции заблюдать? Конечно. Пойдем кататься на качелях, да? Чтобы летом нас комары не кусали. Это еще одна из пасхальных традиций. Не хочешь, чтобы тебя кусали летом комары, обязательно на Пасху покачайся на качелях. Знают ли об этом комары, неизвестно. Но катание на качелях всегда доставляло радости большим и маленьким. К общему веселью присоединились даже те, кто в этот день Пасху не отмечал. У меня Пасха будет в следующие выходные. Сегодня пасхальные гуляния ко мне не относятся. У меня будут в следующее воскресенье. Пасхальные традиции передаются из поколения в поколение. И соблюдают их даже те, кто не относит себя к верующим. Но какая Пасха без крашенных яиц? Яйца катаем, бьемся яйцами. Сегодня еще не бились, потом. Хотели успеть на праздник. Накрасим яйца, конечно. Приезжаем в Венспус, как правильно мы из Риги. Каждый год приезжаем, отначаем Венспус. Нам очень нравится. Мы обязательно красим яйца, собираем различную зелень. Вот сегодня утром яйца сварили. Только что их катали довольно успешно. Животные из мини-зоу любезно давали себе разглядывать и даже гладить. Смело можно погладить. А они не кусают? Нет, но могут плюнуть. Летом мы их стрижем. Где можно потом использовать их шерсть? Шерсть отдаем на переработку. Из нее делаем носки, перчатки, шапки. Чудеса дрессировки демонстрировал очаровательный пес Кри-Патэньш. Был представлен еще один символ Пасхи – кролики. Малыши выстраивались в очередь к зайцу, который ловкими движениями разрисовывал маленькие личики. Можно было попускать мыльные пузыри, кататься на лошадях. Развлечения были на любой вкус. В понедельник в Минсполщане собрались на торжественном открытии двух новых улиц города – Апля и Равос. Новые улицы позволили расширить городскую инфраструктуру. Вокруг будущего центра науки и инноваций, строительство которого планируется начать в ближайшем будущем. После восстановления независимости мы в Минсполсе восстановили историческое название всех улиц. И подход у нас был простой. Первоначальные названия были восстановлены, чтобы там не было политики. И потом у нас составлялся план развития, и там намечены были на плане новые перспективные улицы. И две из них – это Апля и Равос, где мы сейчас находимся, где планировалось развитие города. Они не самые большие улицы, которые правление Венсполского порта строит и ремонтирует. Но они очень знаменательны чем? Что они обрамляют и гарантируют доступ к превосходному строению будущим, которое будет начинаться строиться в этом году, надеемся. Это центр инноваций Венсполса. Это как бы подвезные пути к индустриальным строениям. Потому что, с одной стороны, будет центр инноваций, с другой стороны, индустриальные территории. В конце этого года, в начале следующего, начнется строительство центра науки и инноваций. В центре науки будет 93 интерактивные экспозиции для детей, для взрослых, познавая законы природы. А в инновационном центре это ИКТ, информационно-коммуникационные технологии будет развиваться. А вот справа и слева, и мне за спиной, это новый индустриальный район нашего города. Улица Равос соединяет улицы Лачклыша и Дурбес. Улицу Равос продлили от уже имеющегося участка, который тоже реконструировали. Протяженность нового участка Равос составляет 313 метров, а улица Апля – полностью новая. Ее протяженность – 300 метров. Построены также тротуары, велодорожки, канализационная система закрытого типа. Проложены все необходимые коммуникации. В проект развития подъездных путей к Венсполскому свободному порту уже вложены немалые инвестиции. И работы еще не завершены. Ничего не закончилось. Работы продолжаются. Это только два из 19 объектов, которые мы планируем реализовать в рамках проекта строительства подъездных путей, в рамках проекта Кагизиного фонда. Эти 19 объектов планируется завершить к концу 2021 года. В этом году строительные работы будут вестись на нескольких объектах. Надо завершить строительство трех крупных проектов, начатых в прошлом году. Это будет улица Остас, строительство которой мы начали в прошлом году и планируем завершить. Второй объект – улица Курзамес. Она одна из главных артерий города. Там большой поток транспорта и каждый день интенсивный. И третий объект – улица Дурбес. Мы ее тоже начали в прошлом году. В прошлом году на улице Дурбес привели в порядок коммуникации, построили велодорожки и тротуары. В этом году планируется заменить покрытие. На открытие новых улиц горожан пригласили приезжать на велосипедах. Сначала демонстрационные выступления показали воспитанники спортшколы «Спарс», а затем каждый желающий мог преодолеть трассы с препятствием и завоевать призы. Как вы оцениваете городскую велоинфраструктуру? Супер! Конечно, есть еще что делать, но в принципе – супер! Каждый год мы ездим на велосипедах всей семьей. Какие ваши самые любимые маршруты? Парк Якорей, возле горы, променад. Если нет дождя, зимы я езжу. Транспорт для пенсионеров дорогой, скидок нет, поэтому я еду на велосипеде. Мне нравится. Я со школы на велосипеде езжу. Бурные аплодисменты звучали во время оригинального заезда, когда самый быстрый велосипедист соревновался с коммунальной машиной, которая тоже преодолевала трассу с препятствиями. Не каждый день такое увидишь. Для водителя техники по очистке улиц это был первый опыт. Сыр маршрут, скорей, сбрался, скорей! По какому маршруту вы обычно ездите? По городским паркам, велодорожкам, тротуарам? Велосипедисты обгоняют вас? Бывает, но они понимают, что улицы должны быть чистыми и стараются не мешать. В завершении мероприятий участников выгощали чаем и кренделем. Все как на настоящем празднике. Мероприятие закончилось, и новые улицы открыли для движения автотранспорта. С учетом нынешних погодных условий, муниципальное предприятие «Венспилстая кустами» по шуме с сегодняшнего дня в своих домах начинает отключать отопление. В первую очередь отопление планируется отключить в утепленных домах, а затем в среду, 24 апреля, отопление будет отключено и в остальных домах. Исходя из того, что жилые дома оснащены не только счетчиками на тепло, но и регулирующим теплооборудованием, промозглые дни при минимальном расходе теплоэнергии можно будет обеспечить в квартирах соответствующие нормативным требованиям температуру. Также жители домов могут принять решение продлить отопительный сезон, отключив отопление в удобное для себя время. В случае возникновения каких-либо вопросов, звоните по телефону 63-622-588. Довольно необычно в «Венспилсе» в парке приключений прошло празднование Пасхи, где более тысячи маленьких и взрослых велосипедистов собрались вместе со своими болельщиками для участия в первом этапе веломарафона «Вивус ЛВ МТБ». «Сегодня большой праздник для всех велосипедистов, которые ездят на горных велосипедах. Это открытие большого сезона. Начинаем мы его по традиции в «Венспилсе». Вообще география нашего мероприятия – от «Венспилса» до «Алуксна». Но в «Алуксе» сегодня снег. Мы знали, что в «Венспилсе» будет зеленая трава, и мы с радостью приехали сюда. Всего участникам были предложены четыре дистанции. Первая – Хи-Эр-Икс-марафон, на которой участники должны были преодолеть неполные 53 километра. После этого на старт вышли подростки, и хотя на этом старте было гораздо меньше велосипедистов, этот заезд получился одним из самых эмоциональных. Наряду с этим в течение всего дня в соревнованиях принимали участие маленькие велосипедисты, но для них это было больше похоже на дружеский турнир, в котором не распределяли места и победы, здесь можно было усовершенствовать свои навыки, и каждый мог получить неожиданный приз. Я сегодня только болельщик, сам не участвую, здесь как тренеру малыша. Очень интересная трасса, много поворотов, надо, чтобы он посмотрел, как все делать правильно, чтобы все получилось. Дети были разделены на возрастные группы, и соревнования проходили отдельно как среди девочек, так и среди мальчиков. Трасса в этом году была непростой, ребят поджидали различные повороты и горки, но всем участникам удалось с этим справиться. Больше всего ярких и интересных участников стартовало на дистанции полумарафона Латвия-Свалсмежи, где участники велозаезда должны были не только преодолеть 30-километровую трассу, но они еще должны были этим заездом пропагандировать зеленый образ жизни. Заезд был посвящен природе, потому что если мы будем хорошо относиться к природе, то и природа к нам будет хорошо относиться. Позволит нам прокладывать хорошие велотрассы и ездить по лесам. Мне нравится ездить на велосипеде, а что было самым трудным – доехать до финиша. Организаторы отметили, что в этом году хорошая погода, и их она радовала. И в отличие от других, лет маршрут трассы был изменен незначительно. Наибольшие изменения наблюдались в течение всего сезона. Например, в этом году появилась возможность подать заявку на участие в женской команде. Ну а следующий марафон МТБ «Вивус ЛВ» состоится уже 19 мая в Алуксне. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Встречаемся в четверг в 17.30 на канале Ре-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова